Всем привет! Давайте посмотрим, что сейчас происходит на растениях, которые мы вместе с вами отсоединяли. Вот эти две от материнских орхидей. Это орхидея Эквестерисграсс, а это детка, которая была снята несвоевременно с цветоноса материнской орхидеи. Манхэттен, что называется, родила и бросила, а нянькайся ты сама. Это она ко мне так обратилась, отсушив свой цветонос, на котором висела вот эта малышка. Орхидея Кукушка Манхэттен и вот, пожалуйста, её детка. Так получилось, что эти орхидеюшки были отсоединены в один день. И поэтому сегодня результат вот такой обобщенный, объединённый по работе с орхидеями именно в тот день, спустя 10 дней. А вот эту орхидею, читаем, Аркс Рей, Каменная Роза, Мутант, мы вместе с вами пересаживали. Я не знала, что получится, потому что всё-таки вот эти брыкучие орхидеи от Аркс Рея, это просто нечто. Брыкаются корнями вправо и влево. Не хотят приспосабливаться к новым условиям содержания. Корни скидывают. Но это не только мои наблюдения. Это наблюдения, наверное, всех орхолюбителей. Вот просто однозначное, однозначное мнение по поводу поведения вот этой орхидеи. Как она у многих растёт, развивается в коллекции. С какими проблемами нам приходится сталкиваться с этой орхидеейкой. И, конечно, я вот сегодня вам покажу, что же происходит спустя 10 дней. Боялась, даже я боялась это делать. Омолаживать, иссякать старый ствол и размещать практически все воздушные корни. Там буквально несколько корней было настоящих грунтовых у этой орхидеи. А так вот воздушное всё было помещено вот в такую вот посадку. Я изменила для этой орхидеи систему посадки на автополив. Потому что в двойном горшке всё-таки для этих корней было влажновато. Давайте смотреть результаты. Вначале. Ну, давайте я вот брошинку вот эту вам покажу. На удивление, спустя 10 дней смотрите, что происходит с орхидеей. Вот это листочки, вот такой вот окрас на орхидеи Манхэттен. Это генетика этой орхидеи. Немножечко листики орхидеюшки пятнистые, напоминают отдалённый рисунок. Змеиной кожи на листочках. И вот посмотрите, как мне кажется, немножечко стал увеличиваться вот этот листик. Это первое, что происходит с этой орхидеей. Второе. Нет потери тургора вот этих двух листочков. Ну, я вам, конечно, говорила о том, что на момент размещения с одним корнем, но длинным корнем, но воздушным корнем, как он заработает в грунте, в посадке, для меня было тоже абсолютно непонятно, не очевидно. Да, я делаю именно так, как считаю нужным, необходимым относительно всех тех методов, которыми я пользуюсь. И вот, применив вот этот метод размещения одного единственного воздушного корня, вот в такой, я не знаю, 150 грамм, наверное, этот стаканчик, дырчатые стеночки. Почему? Потому что мелкая кора с триферным. С триферным? Да, с триферным, конечно. Подождите. Нет, триферно нет, только мелкая кора. Без триферно. Уж забываю, что делать 10 дней назад. Внизу, посмотрите, аэрация нижнего уровня посадки, где, собственно, и находится растущий кончик помещенного корня. Аэрация, воздух для этого корешочка обеспечивает кокосовое волокно. Там очень много воздуха. Вот так орхидеюшка находится, да, аэрируется с помощью вентиляционных дырочек посадка на поверхности мох. Как я поливаю? Сейчас вот я первый раз делала полноценное замачивание горшочка на некоторое время, на чуть-чуть совсем, потому что корень воздушный. И вот сейчас у нас, у меня происходят следующие поливы. Я просто опрыскиваю по поверхности, водичка вот сюда в уровень циофлорки стекает. Вот, вон, видите, там немножко воды осталось. Всё, никаких потом полноценных замачиваний после первого погружения посадки в воду я не делаю. Только опрыскивание. И вот давайте смотреть, не произошло ли плохое с этим корнем. По состоянию листьев мы видим, что нет, вроде не произошло. И вот посмотрите, какая у нас прекрасная картина. Начало роста вот этого корня, размещенного в посадку, он был немножечко вот здесь торчал, вот так вот от этой дырочки, сюда вот так ложился немножко. Вот он вырос за 10 дней где-то на сантиметр. То есть корень сохранён, он включился в процесс рабочий, он питает листья и сам растёт. Слушайте, замечательно. Он там даже вот через дырочку проглядывается, вот там лежит он. То есть всё, я могу сказать, что посадка для этой орхидеи была сделана правильно. Ну и самое главное, правильно сейчас происходят поливы этой орхидеи, чтобы воздушный корень, никогда не работающий в грунте, аккуратно приучить грунту и заставить его работать на благо себя и листиков этой орхидеи. Так, о поливе я вам рассказала. Это самое важное, это 95% успеха после размещения растений в посадку. Освоите полив, у вас будет всё замечательно. Давайте смотреть дальше. Вторая детка Эквестерис Грасс. Тоже результат 10-дневного отсоединения. Отсоединение проводилось, ну в такой, знаете, очень слабый период вегетации. Почему? Потому что у неё на момент размещения в эту посадку, отсоединения с цветоносом материнской орхидеи, на этой детке было, по-моему, только два небольших раскупленных корешочка. Все остальные корешочки, там такая была копна корней, не длинных, но хорошая корневая была, они были не раскупленными. Но всё-таки пришло понимание, что я всё равно отсоединю и посажу. Посадила я эту орхидею, вот посмотрите. Основываясь на предыдущих отсоединениях этих деток с материнской орхидеей, именно Эквестерис Грасс, присаживая растения вот в такую миксовку кора и циафлора, эти орхидеи в моих условиях растут очень замечательно. Рост, ну, необыкновенный и очень-очень быстро орхидеи, посаженные в такие посадки, откликаются на такие методы размещения. Двойные горшки для этих орхидей в моих условиях замечательно работают. Понимая, как посадить, а потом как поливать, мы вместе с вами получаем хорошие результаты. Поэтому наблюдайте и смотрите. Внизу дренажного слоя нет. Слой дренажа заменяет кокосовое волокно в нижнем уровне посадки для того, чтобы создать необходимое количество кислорода в нижнем уровне горшочка. Давайте смотреть по корням. Нет ли пропадания? Нет. Пропадания нет. У нас за 10 дней раскукливание нераскукленных корней. Вот видите, пошел рост. Я думаю, видеокамера передает. Давайте дальше смотреть. Вот эти корешочки. Копной они у меня прям вот так легли. Эту орхидею я тоже очень аккуратно заполняла водой при первом поливе. После размещения буквально на короткое время, чтобы также воздушную корневую систему приучить работать в грунте. Давайте смотреть дальше. Сбоя по корням не произошло. Корни все находятся в целостности и сохранности. И вот смотрите. Чем ниже корешок в посадке, тем он активнее реагирует на влажность, которая есть в нижнем уровне горшочка. Вот замечала. Эквест Рисграсс. Вы знаете, несмотря на то, что хорошая делается влагоемкая посадка в присутствии немалого количества циафлоры, корни все-таки любят влагу у этого гибрида. Давайте верчу горшок дальше. Вот у нас, посмотрите, куда стал раскукливаться корень. Он ищет влагу, он растет туда, куда нужно. Вот это не пропадающий корень. Вчера просматривала, это тут фрагмент кокосового вкрапления. Поэтому корешок растет, все замечательно. Попить. Попить сейчас можно дать, но как при наличии влаги внизу посадки, как я поливаю вот такие посадки. Я их опрыскиваю, полноценно опрыскиваю с намоканием верхнего уровня грунта. Вот так. Так, по горшочку я вам все показала. Смотрите, сейчас мы с вами отправляемся на стволик этой орхидеи. Листик подрос, кстати. Видно это. Давайте смотреть, какой у нас за 10 дней хороший прирост по корням в верхнем уровне стволика. Видите, корешок с одной стороны. Вон он, второй выглядывает. Видите? Вообще, эквестерисы это необыкновенные создания, которые, если начинают расти, то всё. Не остановить. Если, конечно, всё хорошо. Если вы делаете всё правильно. Наблюдая за растением, я вам могу по конкретному сорту, по конкретному гибриду сказать свои наблюдения относительно моих норм содержания растений, относительно посветки, температурных режимов. Как поливать, во что посадить и так далее. Поэтому люди глубокие, которые всё-таки заинтересованы в том, чтобы получалось выращивать орхидеи в домашних условиях, конечно же, всё это с удовольствием смотрят, наблюдают, делают свои выводы и применяют те методы, которыми я с удовольствием пользуюсь и делюсь ими с вами. Вот такая реакция этой орхидеюшки на отсоединение и индивидуальную посадку в горшочек. Ну и приступаем. Мы с вами вот к этой орхидее. Давайте смотреть, что сейчас происходит. За 10 дней у нас произошло увеличение листа ровно в 2 раза. Потери тургора листьев после омоложения этой орхидеи, размещения корней, особенно воздушных, в посадку, потери тургора не произошло. Это говорит о том, что корневая система спустя 10 дней начала хорошо работать в грунте. Давайте смотреть дальше. Что у нас сложно показать по горшку, потому что матовые стенки, они ещё вот такими волнами, но эти горшки я очень люблю, потому что эти горшки с автополивом, именно вот с такой структурой стенок, очень любят мои орхидеи. Давайте смотреть по корням, нет ли пропадания. Здесь видно, что корешочки зелёненькие, где-то беленькие, там они просто не политы. Так, очень самой хочется увидеть. А вот здесь вот видно. Хорошо видно, смотрите. Вот корни видны, и вот у нас новые приросты по корням. И о чём я вам могу здесь прокомментировать, да? О том, что вот эта брыкастая корнями орхидея в исполнении мутанта Аркс Рей на каменную розу прекрасно вошла в эту систему посадки. Используя миксовку коры и триферна, а триферн это на первом месте капиллярные свойства, второе влагоёмкие свойства и третье антибактериальные свойства, которые создаёт этот компонент в посадке у орхидеи, повлияла именно вот эта посадка, эта миксовка так, как необходимо. И корневая система этой орхидеи не дала сбой. Я очень боялась делать эту посадку. Вы просто не представляете. Потому что наблюдая за этой орхидеей, которая вначале потеряла корни, потом эти корни наращивали, потом и пересаживали на следующее подращивание корневой системы, потом у неё заболел ствол, чего только на ней не было. Это был какой-то просто ужас. Вот, знаете, закольцованные проблемы, одна вытекающая из другой. Но всё-таки сейчас я вижу, что очень аккуратно скажу, у меня получилось хоть как-то, по крайней мере, по тому, что сейчас мы с вами видим, наблюдаем, хоть как-то договориться с этой орхидеей. И вот у нас, посмотрите, раскукливание абсолютно закукленного корня вот в верхнем уровне стволика. Аллилуйя! У меня ура! Ура! У меня получилось! Девчонки, ну что сказать? Ну, я думаю, вы не против будете активировать кнопочку «Нравится», если вам действительно всё то, что я рассказываю, предельно интересно, и вы с удовольствием погружаетесь в эти очень интересные процессы, как для меня, так и для вас. Ну, и мы получаем результаты. У нас реально есть хорошие рабочие результаты. Поливала я эту посадку единожды методом погружения горшочка, буквально на короткий срок, на полторы-две минутки в водичку, потом вся вода выливалась. Это был первый полив, и сейчас у меня полив происходит следующим образом, равно как и на этих двух орхидейках. Все три орхидеи после одноразового погружения горшочка в воду после пересадки, все сейчас эти орхидеи поливаются только полноценным опрыскиванием поверхности посадки. Большего делать, больших поливов не нужно. Но смотрите, делайте хорошие полноценные поливы, опрыскивания, да, вот эти, потому что увести корневую систему в пересыхание, потому что очень многие часто путают, почему орхидеи начинают терять тургор листьев. А вы корни уничтожили, вы корни там загноили, перелили и так далее. Очень частая потеря тургора листьев орхидей, но я вам могу сказать, не инфекции, не гниль корней, а наоборот, пересушка корневой системы. А потом вы кидаетесь, вы пересушили, вы кидаетесь в активные плотные поливы, и, конечно же, корни начинают, виламен, он просто перестает восстанавливаться, и корни висят сухими плетьями, только с мокрой оболочкой, и вот этот основной центральный, вот этот нитевой корень, да, стержень, который обрамляет оболочка корня, но уже потерявшего виламен. Вот и всё, что происходит. Очень часто, очень часто, особенно сейчас стали ко мне, ну, как-то, если анализировать обращения ВКонтакте, необыкновенно много обращений по поводу котов. Потеря тургора листьев вплоть до самого верхнего листа. Одновременно орхидея цветёт. Вот, Ирина, что не так, вроде как поливаем, я говорю, вы понимаете, коту во время цветения нужно больше влаги. Вот он такой. Сейчас поддержание цветения у кота идёт, у корней, но листьям не достаётся влага. Начинаем менять полив, на погружение горшочка в воду всё, тургор восстанавливается, цветы сохраняем, листья сохраняем, корни сохраняем, всё получается, понимаете? Поэтому научитесь наблюдать и анализировать. Это очень-очень важно. Ну что, думаю, вам понравилось. Жду от вас комментариев, потому что всё, что я для вас показываю, считаю необходимым и важным к показу. Желаю я вам здоровья, благополучия, всего вам самого-самого наилучшего. Всем пока-пока, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»